2014 год. Пастух из Ишимского района впал в кому после укусов клещей. Медики обнаружили на теле сразу трех кровососов. За здоровье пациента билась целая команда врачей. Это не единственный случай в области, когда встреча с паукообразными оборачивается тяжелыми последствиями. Только в прошлом году борьбу с клещевым энцефалитом, поражающим центральную нервную систему, начали 39 человек. Чтобы заранее оценить риски каждого кровососа, снятого с человека, отправляют на исследование. Исследования проводят в нашей лаборатории методом ПЦР. Это полимеразно-цепная реакция. Клеща исследуют на четыре инфекции. Это клещевой энцефалит, эксодовый клещевой бролиоз, моноцитарный эрлихиоз человека и гранолоцитарный анапазмоз человека. Наиболее такие четыре инфекции, распространенные в нашем регионе. По статистике, каждый шестой клещ из ста является носителем вируса. Именно в этой лаборатории определяют, может ли клещ заразить человека опасной болезнью. Для начала осы простирают вот в этой чаше, а затем помещают вот в этот аппарат. И через полчаса происходит выделение опасного вируса. Каждый год с приходом весны у этих специалистов начинается жаркая пора. Город исследует специальная комиссия, чтобы выяснить, какой процент из общего числа клещей может переносить опасные болезни. По мониторингу на этой неделе мы проводили со специалистами Центра гигиены численность клещей составила от 6 до 39 клещей на километр учета. Норма 0,5 клеща на километр учета. В городе проводят и окорицидные обработки, в первую очередь в парках и дворах. Однако это не гарантия безопасности, поэтому все больше людей приходят на вакцинацию. На сегодня привито всего более 16 тысяч, из них 5 тысяч детей. У всех вакцинированных, безусловно, форма течения заболевания, она проходит в легкой форме. Уже таких осложнений не бывает. И это нужно важно знать каждому человеку. Пострадавших от укусов клещей с каждым годом все больше. В 2020 году число жертв кровососов превысило 19 тысяч человек. Ученые стараются спрогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация. И судя по наблюдениям, вероятность того, что популяция сократится, ничтожно мала. Тюменская область в числе эндемичных зон России. Но постепенно изменение климата привело к миграции клещей на север. Зона распространения продолжает расти. Например, на Ямале кровососущие уже не редкость, говорят специалисты. Паразиты активно приживаются в арктических условиях. Есть такие примеры, когда клещи выживают до температуры минус 50 градусов. За счет чего насекомое не разрушается? Какие биологические процессы происходят в его организме? Вот эти моменты, конечно, они представляют большое научное значение с точки зрения перспектив развития промышленности, каких-то новых технологий. Ответ науки не заставил себя долго ждать. Тюменские ученые занялись разработкой так называемой лабораторией на чипе. Она позволит узнать в кратчайшие сроки, инфицирован клещ или нет. Причем провести такой экспресс-тест сможет любой человек. Компактное устройство, в которое будет наноситься тестовый биоматериал, капля крови или гомогенат клеща, либо любой другой потенциально инфицированный материал. После чего анализ будет проводиться полностью автоматизированно. Работы над устройством еще много, но уже сейчас понятно, разработка тюменских ученых станет настоящим прорывом и выведет диагностику на новый уровень, а значит сможет спасти сотни жизней. Юлия Никифорова, Артем Суханов, Дмитрий Ларичев, Тюменская служба новостей.